о чем общаетесь политика история война из какого города и откуда вообще я из санкт-петербурга буквально там с парнем разговаривали из одессы я рассказывал как я был в одессе достопримечательных достопримечательностях одессы разговаривали зависит на собеседника есть очень разные люди поддерживали поддержать что там написано не при что-то не волнуйтесь помещение герософицирована поддержите спецоперацию поддерживаю я спецоперацию я поддерживаю мир если для этого нужна спецоперация тогда я ее поддерживаю войны не было до нее люди массово не умирали до нее в украине какой же то мир вообще я в украине был последний раз 10 лет назад году в гостях у своих родственников в днепропетровске читали книгу орла 1984 что что книга ол и урела 1984 сейчас ваша риторика я я за мир поэтому я за войну война это мир вы сказали цитаты которые написаны к сожалению иногда приходится приходить к таким методом которые это как организаторы сколько умирала сколько умерло людей в украине и россиян от снарядов от снайперов от сбрасывал их бомб дронами в двадцать первом году сколько я не знаю сколько ну можно посчитать на пальцах я думаю но не на пальцах добавить еще пальцы ног там уже ладно и добавить еще нолик после этого я думаю сколько погибло за двадцатый год с обеих сторон сейчас 23 напоминаю какая же какой же это необходимость если до этого люди не гибли а сейчас гибнут до 12 до 14 года вообще никто не гиб вообще никто не умирал не вы в четырестом году и пришли вы не находите свечи только приходят как только приходят русские сразу начинается тогда нет если бы не было каких-то событий которые у вас произошли в киеве ничего бы у вас этого не вы из-за этого второго леса донбасс четырнадцатом что вы из этого второго леса донбасс четырнадцатом никто вторым никто не вторгался а чья техника находилась на донбассе тогда че танки че гаубицы че артиллере че буки техника могла быть какая угодно в смысле какая угодно ваша техника вы поставляли незаконным вооруженного формирования на донбассе технику давайте еще раз донбасс донбасс четырнадцатый год территория какого государства тогда было украины то есть выпасть когда когда в чечню там кто-то поставлял там грады и так далее это было правильно и читать и чьерцем поставляли еще раз еще раз еще раз вопроса дает не прибивать я не перебиваю давать его не совсем поняли давайте еще раз и чьерия война с чечней вы слушать собеседника не слабый слабый блогер да хотя вы блогер слабый блогер блогер слабый вот в чечне была совсем другая ситуация совсем другая ситуация чечня чечня собиралась отделиться и выйти из состава российской федерации а донецкая и луганская народная республика не собирались выходить из состава украины это было прописано в минских договоренностях в настоящее время каждый имеет свое право но вы все все топ-то винт хочет сказать еще референдум о ведь една не вид украины цехи фу слабый блогер привет давай говоришь ты глупки ты обычно только на такой способ я чё я с тобой никогда не общался по телевизору видят тебя слабый готов доказать на деле да чё доказать не могу тебе рука послать я же говорю слабенький не состоянии не вытягиваешь ну иди ну чё ты сейчас нарисую на твоем лице что-то иди там найди русских с ними ругайся не уходи погоди не теряю погоди ну пока что как бы поведешься только ты ну смотри тебе отстань от меня ты не отстаешь и тени трогая я вообще молчу ты разговаривай и тени трогаю хочешь скипай ну ради бога мне весело и вот одной одна и та же история вот эти вижу это все отсядешь и не знаю кто тебя смотрит какие не двигайся ну блин ты всю картину портишь что что за человек такой я уж против тебя применял мне есть один метод против тебя вот такой жалко у меня тоже есть такой метод вентилятор будет кидать есть прогрузится да я сказал прогрузится начинай организация международная болезнь ну вам же вон флаг продолжай пока что я говорю что не на фронте то это первый раз каждый раз задаю тебе этот вопрос Там заканчивается У нас мясорубка простаивает У вас уже тотальный в ряде регионов Включая Ивана Франковского 100% мобилизация Вот как ты не попал в эту мясорубку Тут, чтобы туда отправиться Очень удивительно Уникально Скажи Молодец Умеешь отмазываться Кому отстегиваешь У вас там куча военкомов Миллиардерами стали Понял Самое интересное, знаешь что Вы тут находитесь в рулетке Видите кучу мужиков Которые находятся в Украине Которые сейчас в рулетке, не военные И при этом продолжаете верить в то Что у нас тут 100% мобилизация воинов о Крузке Ну молодцы Главное, что российская пропаганда работает на урале Официально в Ивана Франковской Вашей губернии 100% мобилизация Губернии расформированы уже Абсолютно Да-да-да-да-да-да Поэтому Кто попадает в мобилизацию Сейчас столько переходит на нашу сторону Да Каждый день переходит Да Понял За непонятно что Да-да-да-да У меня вопросик И кстати Поздравляю Спасибо Я же говорил Потихонечку Мы ваши Кто здесь в рулеточку выходит Все потихонечку К Бандере уходят К Бандере ушел И все Кто здесь сидит Вещает Все зафиксированы А особенно когда мы территорию возьмем Вы все либо бегите Да Смешно Поэтому Ты тоже в списочке есть Не переживай Ребята работают Все сдают Где что и как Где какая техника Где кто как воевал Что делал Все фиксируется Ребята партизаны Работают Которые не предали Дедов и прадедов И веры Можешь голову не дергать Только пожалуйста Я на тебя шляпу одел Одну Мне наплевать Что ты там одеваешь Другой вопрос Ну пожалуйста Ты уже столько здесь Наговорил Ты никуда от возмездия Не уйдешь От народного Вопрос Ты не задал Ты сказал Вопрос есть А тут это бегаю Пытаюсь Украинцев Они же Украинцы Ты же украинец Кстати Да конечно Ты казацкого рода Я Нет Нет А ты У меня в роду Казаков не было Ну да А ты значит Молод Значит Нежды Прадеда Еще До Александровской Крепости И запорожских Казаков И никогда Ни одного Мало того Что кашевого там Даже просто казака Не было украинца Ни одного Понял Есть такой закон Казацкий Регула Казацкая Об иноверцах Иностранстве Регула Это закон В нем говорится Только русский Православный Историк Смотри какой Исайгадачный Петр С кем в Москве Встречался Об утверждении Православия В Киеве И в Запорожье А? Сейчас Какого патриархата? Сейчас найду тебя Интересный момент Мне не надо Мне надо Чтоб ты пошел Сел в леопард Особо леопард один И мы за тебя И мы за тебя получим Смотри Так маленький обломчик Смотри Есть момент такой Вот по поводу того Что русский Нерусский Ну все равно Конечно с тобой По истории Разговаривать смысла нету Но тем не менее 1882 год Архиепископ Венимин Это в миру Василия Антоновича Благонравов Епископ РПЦ Иркутский Неченский Говорил Такие слова Такие слова Сейчас скажу Вот Я тебя не слышу Я тебя звук выключил Можешь кричать Что ты хочешь Только когда Бы не сдалась Могучная монархия Но пожалуй Распалась бы На множестве Слабых Отдаленных тяжест Только православие Могло Все слабые Чуждые Тюркские племена Слить в один Могучный славяно Русский народ И образовать Из него Одно великое Государство Теперь перевожу Для тебя Малограмотного И пойду Потому что ты У нас Русский В те времена Где-то До 19 века Это Прекрасно До 19 века Конца Начало Точнее 36 года Это был По сути Синоним Православного Он всегда Показывает Эту картинку И все Ну Вот Прекрасно Рекрасно 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 Рекрасно